Екатерина, ей всего 20 лет. В прошлом она брала бронзу на чемпионате мира, но на чемпионате Европы, извините, на чемпионате мира, пока больших достижений у нее не было. На прошлом чем? Она, к сожалению, потерпела поражение уже в дебютном поединке. На этом чемпионате мира складывается все удачнее. И в первом дебютном поединке Екатерина Дынник одержала уверенную победу со счетом 5-0. Да, я признала, что довольна своим искуплением, как вкатилась в этот турнир. Это же действительно волнительно очень. У меня все девочки в один голос говорят, что первый бой, он трудно самым. Поэтому для нее это было очень важным, по ее словам, дешево продышаться. И очень забавно, она отреагировала на один вопрос. Если вы заметили, у нее на левой руке змея. Катуировка змеи недавно над ней была. Когда я спрашивала, что было причиной такого решения набить катуировку змеи, змеи, он ответил, что я боюсь тех животных, психологическая. Такой маневр, чтобы как раз таки заставить себя не бояться их. Наверное, может быть, у нас это так и не бои настрали, отводит фотографию соперницы и колтует вокруг. Ну, сейчас посмотрим, как справились с хобби. Тем более, мы сейчас находимся в Бурятии. Здесь можно подключить местных шаманов на помощь. Старается идти вперед Екатерина. Да, пока небольшая пауза в поединке. Давайте мы вернемся к успешному бою Людмилы Воронцовой. Да, так же мне удалось с ней пообщаться, как и со всеми другими спортсменками в Мигзоне. Ну, классические фразы мне дома стены помогают. Все честно, довольна выступлением. Он сказал, что Бронго ни в коем случае не хочет довольствоваться, только золото. Он сказал, что очень красивые медали. Мы сделали организаторы, и ни в коем случае нельзя их отдавать в другие страны, чтобы они как-то металли, так, всему миру. Пусть они все остались здесь у нас в России. Мы их сделали, мы их достали. Сейчас неплохо Екатерина поджимает свою соперницу из Таджикистана. Упадет в глухую оборону спортсменка из Таджикистана. Екатерина работает первым номером. Да, но так если смотреть на предматчевый расклад, то именно Екатерина была явной фавориткой этого. Да, для Нулифар первый бой на этом чемпионате мира сложился непросто. Она выиграла с судейским счетом 3-2 и боксировала с алжиркой Шахирой Сель-Муни. Да, и опять же тоже возвращаться к сеянности. Наша Екатерина Деник третья сеянная по турниру. Боксер из Таджикистана, Бабайорова. Не сеянный вообще. Снова поджимает Екатерина, пытается каким-то образом пробить эту глухую оборону, в которую уходит спортсменка из Таджикистана. И вот судья отсчитывает нокдаун. Это да, развитие событий. Какое интересное. Видно, что представительница Таджикистана немножко попнула. 10 секунд до конца этого раунда. Екатерина идет вперед. Справа отлично попадает. Снова поджимает Екатерина свою соперницу в углу. И завершился первый раунд. Отличный, отличный первый раунд для Екатерины Деник. Друзья, надеемся сейчас услышать наш угол. Продолжение следует... Да, красноручиво. Продолжение следует... Да, красноручиво. Продолжение следует... Наш угол в перерыве показывает только угол спортсменки из Таджикистана. Сейчас неплохая серия от Екатерины Деник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как это сделать? Ну как это сделать? Сказать хорошо? Легко? А вот как ты выходишь в глухую оборону, а потом надо как отвечать? Например, из такой же ситуации. Как она может здесь ответить? Только выходить и дальше что-то придумывать. Продолжение следует... Да, и пока все... Отличный удар слева точно в цель от Екатерины. Сейчас неплохо поработала по этажам Екатерина. Да, пока все отлично складывается для нашей спортсменки. Судя по картинке, она пониже своей сопернице из Таджикистана, поэтому удачно сокращает дистанцию и заставляет Ту работать на короткой. Чуть больше минуты остается до конца второго раунда. Напоминаю, что это весовая категория до 64 кг. Вот не отпускать бы сейчас спортсменку из Таджикистана и после одной серийной утаке делать паузы и затем сразу же повторять вот как сейчас. Справа был неплохой удар. Я даже больше скажу такое впечатление, что Дыня как будто погрушила. То есть соперница очень мало отвечает, крайне редко. То есть Екатерина прям проводит разнообразные удары в боку, снизу, прямое. Хотя вот сейчас хороший ответ был от Байорова. То есть не будем принижать ее достоинство. Правда, мне нужно, что Дыня пока солирует в этом поединке. Просто на ближней дистанции таджикская спортсменка ничего не может придумать. Заканчиваем второй раунд. Наверное, сейчас как раз нам дадут послушать угол. Ух, сейчас мощный удар был справа от Екатерины. Она идет вперед. Но при этом Екатерина пропустила тоже не менее мощный удар. Итак, друзья, завершился второй раунд. Надеемся, сейчас нам дадут возможность услышать наш угол. Читила, что попала. Вышла. Вот работа. Сюда, отсюда. Раскачай. Что ты туда ныряешь без подготовки? Все нормально, но работать надо правильно. Сюда, сюда. Раз, два, ударь. Она руки вот здесь держит. Что ты тут в голове прицепилась? Дистанционная. Разорви. И серийно надо. Зачем ты туда лезешь? Хочешь сечку получить? Она тебе сейчас локтем навернет. Дистанционная. Дистанционная. Сюда. Сюда. В зону. Видите, что ты тут в голове прицепилась? нагружать корпус спортсменки из Таджикистана. По-прежнему идет вперед Екатерина. Спортсменка из Таджикистана старается работать на дистанции. И вот слева Екатерина все-таки зацепила свою оппонентку. В этом раунде Екатерина пока не форсирует события. Ну и в целом темп боя снизился. Когда чувствую, что сойдет пока на удутку. Зачем, наверное, еще что-то показывать. Тем более всего лишь четвертьфинал. Хотя, конечно, здесь воинное побывание. Можно немножко расслабиться и все. И потом тебе не будет возможности что-то показать еще. Да, напоминаю, что это второй поединок на этом турнире Екатерина Дыни. Да, вот если, конечно, Екатерина выйдет в полуфинал. В общем, любой из этих спортсменов, если выйдет любая из этих спортсменов, прошу прощения. В полуфинал там ее ждет очень, будет ждать очень грозная соперница. Это китаянка Дань Доу. Это победитель чемпионата мира 2018 года. Это победитель азиатский фигур. Это тоже показатель, потому что у нас в женском боксе азиаты как раз таки являются такими законодателями МОД вместе с российской командой. Надеюсь, просто вот она первая сеяна и в своем четвертьфинале она просто разгромила шотландку Райка. И вот, конечно же. Так, это был предыдущий бой со счетом 5-0. Так, друзья, меньше минуты остается до конца этого поединка. Напоминаю, что это бой Екатерина Дыник против Нулифар Бабайорова из Таджикистана. Весовая категория до 64 кг. Старается идти вперед Екатерина. Хочет забрать последние секунды в этом поединке. Майнцентр ринга спортсменка из Таджикистана. Вот отличная семья голова-корпус, как и говорили во время перерыва Екатерине. Итак, друзья, завершился этот поединок. Очень любопытно, что же скажут судьи. Но мне показалось, что Екатерина была значительно увереннее своей сопернице из Таджикистана. Что думаешь, Василий? Да, первые два раунда вообще были сверхубедительны, на мой взгляд. В третьем раунде, возможно, сам Екатерин немножко расслабился. Ну, давайте сейчас послушаем судьи. Потому что, знаете, здесь можно смотреть бой. Думаем, что все настолько кристально чисто. А потом бах, поднимается руку соперницы из Вьетнама. Да, были-были сегодня уже непредсказуемые решения. И так, друзья. Попеду в этом поединке одержала Екатерина Дыник. Поздравляем нашу спортсменку с этой уверенной победой. Сейчас посмотрим на судейское решение записки. 5-0. Отлично. Смотрим, как. Супер из Египта 30-25 поставил. Ну, это как раз из Аргентины 30-25 поставил. Таким образом, Екатерина Дыник в двух поединках на этом чемпионате мира одержала победы с судейским счетом 5-0. Она выходит в полуфинал. А значит, еще одна бронза точно будет в копилке сборной России. Но рассчитываем, конечно же, на золото. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ